Здравствуйте! Мы продолжаем на Акчен ТВ информировать вас о самых последних событиях, которые сегодня происходят в политической жизни страны. И мне приятно сказать, что у нас в студии новые гости. Небезызвестный политик, политолог, экс-вице-премьер-министр, экс-лидер фракции. Много можно говорить. Виктор Федорович Степанюк, добрый вечер. Добрый вечер. И могу сказать, что мы ожидаем, что к нам в студию приедет известный Владислав Кульминский. Он сейчас задерживается, но мы его непременно, я надеюсь, что мы услышим, то, что он думает по поводу нынешней ситуации. Виктор Федорович, прежде чем мы с вами начнем беседу, я бы хотела нашим телезрителям сообщить, что появилась реакция Башкана Гагаузии Ирины Влах. Ирина Федоровна написала, что встревожена нарастанием политического противостояния в стране. Заявила, что полностью поддерживает усилия законно избранного президента Дадона и легитимного парламентского большинства по формированию нового правительства, сохранению мира и стабильности в Молдове. Она также сказала, что верит в политическую мудрость главы государства и его способность найти достойный выход из сложившейся кризисной ситуации. Гагаузия с вами. Это было обращено, я так понимаю, к президенту страны Игорю Дадону. Виктор Федорович, вы такой опытный политик, прошедший очень многие, я бы сказала, трагические страницы и события, которые были в нашей стране. Что сегодня происходит? Как вы это квалифицируете? Мы должны говорить сегодня на это время, сейчас 17 часов, что очень ясная попытка государственного переворота происходит сейчас в Молдове. И как стороны, которые сейчас подключены к этому большому кризису, как они найдут выход из ситуации, значит, здесь очень сложно прогнозировать. Все будет зависеть и от мобилизации общества, от того понимания ситуации со стороны государственного аппарата, нужно сказать, от чиновников, тоже это многое зависит. И, конечно, от международной поддержки. Потому что на сегодняшний день, после позавчерашнего и вчерашнего дня, мы имеем легитимный парламент, мы имеем легитимное правительство. И таким образом никакой конституционный суд, никакая партия не может, в принципе, отнять суверенитет парламента, этого парламентского большинства, потому что этот парламент есть репрезентативный, или главный представительный орган молдавского народа, всего молдавского общества. И когда мы говорим по второй статье Конституции, что суверенитет принадлежит народу, этот суверенитет 24 февраля передан парламенту. Очень, конечно, надо сожалеть, что парламент не собирался почти три месяца и должен был собраться. Но, в конце концов, я утверждаю, как политик, и как юрист, и как человек с опытом политическим, административным, что парламент и правительство созданы, сформированы легитимно. То есть все процедуры были соблюдены, и конституционный суд, который этими своими решениями 7, 8 и 9 числа, эти решения незаконны, эти решения антиконституционны, эти решения политически ангажированы, и они работают на демократическую партию. Поэтому они берут на себя очень важную ответственность и виновны в этом кризисе, который очень ясно наблюдается, который может привести буквально к столкновениям гражданской войны. Это на совести, в первую очередь, судей. То есть вы даже такие прогнозы делаете? Да, ситуация в обществе очень напряжена. Есть огромное количество людей, которые сегодня просятся прийти на главную и прочую страну, поддержать президента, поддержать парламент, поддержать нынешний правительство. Потому что очевидно, что власть прошлого, то есть прошлая власть, власть демократической партии, они не хотят уходить. Они не хотят уходить и нормальными демократическими методами. Проиграли, они должны допустить, что сформировалось парламентское большинство. А если сформировалось парламентское большинство, если им это не удалось, они попытались. Надо сказать, Демпартия тоже попыталась. Вела какие-то переговоры, но в конце концов с ними не согласились. Если образовано другое парламентское большинство, Ни одна сила, политическая, повторяю, ни одна структура государства, ни прокуратура, ни Конституционный суд не может идти против суверенитета народа, расписанной во второй главе Конституции. Ни Демпартия, ни Конституционный суд, а именно парламент является главным представительным и законодательным органом нашего народа. Я понимаю, вы считаете, что все шаги новой правящей коалиции являются абсолютно легитимными? Абсолютно законными, а абсолютно законными и легитимными. Тогда что сейчас делают демократы? Вызывают народ на площадь, их поступки. Вы их поняли, для чего они это делают? И оцените их, пожалуйста. Я хочу сказать следующее, и как юрист. В действиях демократов на сегодняшний момент нельзя прямо в лоб их обвинить и в узурпации, и в государственном перевороте. Но надо сказать, что они это делают посредством Конституционного суда. Поэтому утверждаю, что это еще и Конституционный конфликт, потому что если несколько решений Конституционного суда направлено против президента и против нов созданного парламента и правительства, означает, что что-то происходит с Конституционным судом. А с Конституционным судом у нас происходит невнятное. Давайте вспомним еще с 2010-2011-2012. Не, как раз внятное, просто очень одностороннее. Конечно. Расположено. Невнятное, в смысле, что они не работают на Конституцию. Они постоянно толкуют Конституцию в другом абсолютно ракурсе. Они стали выше Конституции. Давайте вспомним, как они дополняли Конституцию. А ведь им запрещено это. Они должны только ее толковать. Ее толковать. Они не имеют права ее дополнять другими фразами. Вот посмотрите последнее решение. Они заставляют президента обязательно расформировать парламент. Но ведь в Конституции в 85-й статье сказано очень ясно, что по истечении трех месяцев, не 90 дней, потому что три месяца может быть 91 день, и 92, и даже 93 дня может быть. По истечении 90 дней в обязательном порядке расформировать парламент. Но там же в Конституции написано ясно, что может распустить. Может. То есть это все-таки зависит от ситуации, от воли президента. Президент тоже является суверенным, он является главой государства. Он должен соблюдать Конституцию и стоять в защиту суверенитета. Потому что любая структура государственная, правительство, парламент, президентура, они представляют себе те институции, то есть те структуры государства, которые делают это государство устойчивым. Посмотрите, что делает Конституционный суд. Он отправляет в отставку. Договаривайте, пожалуйста, фразу. Он отправляет в отставку правительство, он считает незаконным парламент, и он еще отправляет в демиссию президента. А он буквально уничтожает это государство. Я благодарю вас и предлагаю, чтобы к нам с вами присоединился известный журналист, политический комментатор Игорь Волницкий. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Вы слышите нас? Да. Ну, мы с вами были свидетелями, как журналисты многих важных и важнейших событий в истории Республики Молдова. Игорь, что сегодня происходит с твоей точки зрения? Позволь на ты. Я думаю, что, во-первых, это беспрецедентная ситуация, когда в Молдове такая двойственная власть, что ли, если можно так выразиться, когда в Молдове два правительства, которые объявляют каждое, что она является самой легальной, есть две противоборствующие стороны, каждая из которых обвиняет другую в узурпации власти. Знаете, такого еще в Молдове не было. Могу вам сказать это и как человек, который пишет политическую историю страны. Из этой ситуации, к сожалению, можно предположить, что могут быть не совсем хорошие последствия. И когда я делаю такие утверждения, я исхожу из опыта других стран, которые тоже столкнулись с подобными ситуациями. Конечно, нельзя сравнить ситуацию в Молдове и в Сирии, где пять лет была война, или нельзя сравнить ее с ситуацией в Венезуэле. Но с определенной точки зрения все-таки сравнение можно сделать. Например, в Сирии тоже есть правительство, но оно, правда, находится в изгнании. Есть одно правительство, потом второе. В Венезуэле то же самое. Есть президент, признанный рядом государством, есть президент, признанный другими государствами. Не дай бог, чтобы и мы дошли до этого. На данном этапе, конечно, то, что сделал президент, мне кажется, является единственным разумным решением из данной ситуации. В условиях, когда ни одна из сторон не хочет сделать хотя бы полшага назад. Я думаю, что то, что сделал президент, приглашая, давая понять, что только сила, извне, внешние партнеры, вмешавшись, смогут решить ситуацию, я думаю, что это разумный подход, и именно по этому пути надо идти дальше. То есть вы полагаете, что это самый оптимальный на сегодняшний день путь? Нам нужны посредники. Сами, что называется, не справимся. А тогда встречный к тебе вопрос. А все ли хотят справиться? Важно ли господину Плахотнюку и другим представителям демократической партии, чтобы были какие-то посредники? Может, у них своя повестка? Как считаешь? Конечно, нынешней партии, я не знаю, как ее назвать, партией власти, или давайте назовем ее демократической партией Молдовы. Давайте назовем, тем более, что она сама себя так называет. Да. Чтобы не ошибиться с названием типа правящая, не правящая, потому что неясно, находится она у власти или нет. Конечно, им не выгодно, чтобы было филогизм, или несколько стран, организаций международных выступили как посредники, как последующие гаранты. Почему? Потому что демократическая партия, будучи у власти, успела перессориться и с Европейским Союзом, и с Россией, и с Америкой. Отношения довольно у них... Прохладные, я бы сказала. Да. И им, конечно, у них есть, конечно, повод не доверять таким крупным политическим игрокам извне, которые могли бы прийти в Молдову. Тем более, что, если судить по тем отзывам, которые слышны в Молдове, большинство международных организаций, стран, партнеров Молдовы, как бы дают понять, что они за демократическое развитие Молдовы, и как бы дают понять, что они поддерживают правительство Майя Санду, новое парламентское большинство, и все те решения, которые принимались в эти дни. Конечно, это дает повод демократической партии относиться с большой мерой, так сказать, недоверия к внешним партнерам Молдовы. Но, с другой стороны, демократическая партия должна понять, что ситуация ухудшилась. И в нынешней ситуации, когда ни одна из сторон вроде бы не соглашается уступить, без посредничества ИЗМИ практически нельзя преодолеть создавшееся положение. Когда господин Плохотнюк говорит, мы готовы идти до конца, как полагаешь, что он имеет в виду, вот это вот до конца? Это что? Ой, трудно даже предполагать, но я думаю, что ничего хорошего для стабильности в Молдове это не может дать, потому что может произойти. Демократическая партия может определенный натиск оказывать на своих политических оппонентов, используя еще те государственные структуры, которые она контролирует. Но это даже может дать и обратный эффект. То же самое, если демократическая партия продолжит выводить своих сторонников, как они делали уже в эти дни, на улицу, нужно задавать вопрос, а что будет, если и оппозиция, и правая, и левая, или, я не знаю, оппозиция, или новая власть, как ее назвать, призовут своих сторонников, что тогда произойдет? Поэтому с утверждениями идти до конца, я не думаю, что что-то хорошее может быть для Молдовы, потому что это будет означать, во-первых, новые напряжения, и, во-вторых, новые осложнения на внутриполитической ситуации в стране. Последствия могут быть самыми тяжелыми. Самыми печальными. Я благодарю тебя за то, что ты нашел время и пообщался с нами. Спасибо большое. Виктор Федорович, вы слышали мнение, хорошо знакомого вам, Игоря Волницкого. Что скажете? Да, я абсолютно согласен. Только хочу здесь немножко поправить господина Волницкого. У нас нет двух правительств. У нас только одно правительство. Потому что правительство господина Филиппа представлено прошлым парламентом, а его мандат истек. Когда пришел следующий парламент, нынешний парламент, это правительство абсолютно техническое. Оно не может, никакой господин Филипп, который сам является временным, не может, никак, значит, получать мандат еще президента, исполняющий обязанность президента в этой кризисной ситуации. Эту кризисную ситуацию, повторяю еще раз, создал Конституционный суд под давлением, как я понимаю, Демократической партии, то есть нынешней власти. Он это делал неоднократно. И поэтому надо к этому относиться, значит, абсолютно спокойно. С другой стороны, конечно, надо использовать все полномочия и господину президенту, и нынешнему парламенту, и премьер-министру Майя Санду, но сейчас использовать все полномочия для того, чтобы вступить все-таки в должность, вернуться к Конституционному полю. И если для этого нужны медиаторы, то есть посредники со стороны европейских структур, а я говорю, я обычно выступаю против геополитики, но я повторяю, именно этот случай, когда нужно срочно обратиться к медиаторам. Я думаю, что Венецианская комиссия, Совет Европы, другие европейские структуры, в первую очередь европейские, не в Организации Объединенных Наций, как сегодня написали, потому что это громоздкая организация. Нет, но есть же обращение в ОБСЕ, это Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Да, ОБСЕ тоже не имеет чисто этот мандат. Совет Европы имеет свои структуры, потому что здесь больше идет Конституционная. Видите как, постоянно используется Конституционная. Вы полагаете, что дело только в том, что кто-то не знает закон? Нет, здесь толкуют. Толкуют решение Конституционной. А толкуют по незнанию или по нежеланию? По нежеланию. Согласен. Значит, все-таки политическая и юридическая. Поэтому здесь, безусловно, что если прибудут делегации Совета Европы и Венецианской комиссии, к этим структурам нужно срочно обратиться, они смогут помочь в разрешении данного кризиса. Я, конечно, не хочу, чтобы наша страна вверглась в какие-нибудь уличные конфликты. Это страшно опасно. Мы имеем примеры в других странах, нехорошие примеры. Такие сценарии, в принципе, расписывались еще несколько месяцев назад. Да, было такое. И этого сценария надо бояться. Поэтому президенту, правительству, легитимному и парламенту, который сейчас работает в парламенте, депутатам, нужно действовать. Хочу интересную новость прочесть для вас, и, разумеется, для телезрителей. Вот смотрите, сейчас говорят, что так унионисты поддерживают демократическую партию. А у меня есть мнение экс-президента Румынии Трояна Басиевску. Вот смотрите, как румынские СМИ передают, что Басиевску выразил полную поддержку парламенту гречаной, правительству Санту и президенту Дадону. Несмотря на то, что, как мы помним, президент Дадон лишил его молдавского гражданства. Что он говорит? Сегодня разворачивается государственный переворот, и Конституционный суд, контролируемый тем же бандитом Плохотнюком, приостанавливает правление Дадона и ставит премьер-министра Павла Филиппа на пост временного президента. Это невообразимо в Европе. И показывает, что Плохотнюк контролирует все государственные институты. И теперь мы столкнулись с отказом следовать правильной процедуре после выборов, которые были объявлены правильными, корректными, скорее, я тут так добавила, да, наблюдателями ЕС и Советом Европы. Конец цитаты. Интересно. Я полностью согласен, сто процентов. Думали ли вы когда-нибудь, что согласитесь с ней и господином Босевского? Нет, ну, понимаете, все-таки господин Босевский опытный политик, он имеет свои суждения, но с точки зрения права, функциональности государственных структур, он в этих вопросах разбирается очень хорошо, поэтому он сделал характеристику на сто процентов. Интересное, на самом деле, мнение, потому что, я вот подчеркну еще раз, унионистские электораты говорили, что, в принципе, и политики, это вот этот момент, да. То есть, получается, что не все поддерживают демократов на этом? Нет, среди унионистов есть люди, огромное количество людей нормальных, они имеют свои суждения и так далее. Есть, конечно, какие-то экстремисты, есть финансируемые, в том числе изнутри Молдовы, в том числе с правящими кругами, которых очень часто используют в разных конфликтах и драчках, и так далее, и так далее. К Босевску нужно относиться все-таки серьезно. Я поняла. Как вы оцените действия органов правопорядка? Потому что от них, согласитесь, именно вот от них сейчас зависит тоже многое, я бы сказала. Органы правопорядка, они тоже растеряны. Мы должны понимать, что такое чиновничий аппарат. Чиновничий аппарат в последние годы, он несколько раз был расформирован. Из 16 министерств стало 9. И Демпартия подбирала конкретно на конкретные функции в любых министерствах и структурах государственных, конечно, в первую очередь своих людей. И сейчас, когда пришла новая власть, эти люди боятся, что останутся без места работы, без зарплаты и так далее, и так далее. И мне кажется, что и некоторые лидеры оппозиции тоже своими высказываниями последние месяцы, годы к этому способствовали. С другой стороны, я, конечно, как человек, который знает эти структуры, как функционируют, я призываю, чтобы они оставались верными в первую очередь народу и Конституции Республики Молдова. Конституционный суд, безусловно, что ошибся. Если вам нужны дополнительные аргументы, почитайте еще раз законодательство. Любой чиновник должен понимать это законодательство, вникнуть и так далее, и так далее. Парламент был избран законными выборами. Эти выборы были признаны международными организациями. Плохо, хорошо, но и тогда и Конституционный суд признал, и Центральная избирательная комиссия, и так далее, и так далее. И не дать сейчас этому парламенту, имея 61 голосов, это большинство, которое было создано очень большим трудом, очень большими усилиями, и экспертов, и политиков, и так далее, и так далее. Тем более, надо сказать, что и геополитические актеры, так или иначе, они согласились с этим компромиссом. И сейчас не дать этому парламенту, это называется узурпация, больше того, это попытка государственного оператора. Что является очевидным? Вы хотите в этом государстве одного человека, одного диктатора. Мы что, возвращаемся снова в 14 век? Да это страшнее, чем 14 век. Потому что и господаря избирало все равно боярство, и армия поддерживала, и так далее. Сегодня власть элементарно перешла к следующему парламенту и правительству. И вы, чиновники, имеются в виду офицеры Министерства внутренних дел, вы дали клятву, значит, подчиниться законному правительству. Это законное правительство, поэтому нужно подчиниться. Партия демократическая получила на этих выборах только 30% мандатов. То есть они элементарно попали в большинство. Подумайте логически, они не смогли создать парламентское большинство. Не смогли. И любая партия, в любой стране, возьмите соседние страны, возьмите всю Европу, Америку и так далее, и так далее. Если она не смогла создать парламентское большинство, она уходит в оппозицию. Ее на это парламентское большинство не пригласили. Не согласились, ни о ком не социалисты не согласились, что демократы, которые несут ответственность за последние 10 лет за кражу миллиардов, за воровство, за большую коррупцию, за неэффективную экономику и за многие другие нарушения. Как можно претендовать дальше быть во власть? Они должны оставаться в оппозиции. Конечно, нужно внимательно и осторожно относиться, чтобы мы не допустили уже, как говорится, другие репрессии. Но в данном случае они незаконны, в том числе господин Филипп. Господин Филипп, который несет страшнейшую ответственность. Он является только техническим премьер-министром. Как он мог согласиться перенять полномочия законного? Виктор Филипп, вопрос даже к вам. Потому что вы говорите, что нельзя прямым текстом обвинять демократов в узурпации власти. Они все делают через Конституционный суд. Но ведь есть люди, которые соглашаются с этими решениями Конституционного суда. Тот же господин Филипп. То есть получается, а он, извините меня, не последний человек в демократической партии. Людмила, я читал документы Нюрн-Сперского процесса 1946 года. Аналогия, конечно, да. Да, я говорю об аналогии, потому что речь идет о том, что этих людей в конце концов можно будет судить. И надо будет судить за государственный переворот. Они должны сегодня буквально остановиться. Я никого не хочу сажать в тюрьму. Я, в принципе, человек добрый. Я пытаюсь постоянно искать компромиссы. Больше того, я вам скажу, что наш президент, который я постоянно говорю, господин президент, но вы должны защищаться, когда они его постоянно приостанавливали, президент пошел на очень большие уступки. Вот эти все два с половиной года. Его пять или шесть раз приостанавливали в должности. И он мог на улицу вывести народный своих сторонников. Притом другая часть оппозиции готова была его поддержать. А он спокойно пытался выждать этих парламентских выборов и мирного перехода в власти. И, в конце концов, получается, что действительно прошлая власть не хочет мирно уходить. Это страшно, потому что нельзя, в принципе, говорить о демократическом строе, когда прошлая власть демократически не хочет уходить. Ну, здесь давайте так тоже. Вот мы говорим только о позиции господина Филиппа. Мы говорим о позиции господина Канду. Мне кажется, нужно говорить о позиции каждого представителя демократической партии. И представителя партии ШОР. Почему нет? Почему-то все забыли о том, что у нас существует, оказывается, такая партия. Понимаете? То есть они вообще как будто ушли в подполье и вообще не хотят даже слова сказать. Это вообще, мне кажется, крайне интересно. Я о чем сейчас? Есть законно избранный парламент. Есть заседание парламента. Каждый депутат должен для себя, как избранник народа, должен для себя решить. Он должен являться на заседании парламента. Он должен принимать участие. Он должен идти в оппозицию. Он должен соглашаться с тем, что происходит. И смотрите, эти все люди, они не понимают, что они тоже несут ответственность. Так получается? То есть они могли бы как-то свою позицию обозначить. Но что мы видим? У нас впереди идет господин Плохотнюк. Рядом с ним руководство партии. А где позиции остальных? Почему они этого не понимают? Ну, я думаю, что у партии Шора там проблем очень много. Они появились в парламенте только благодаря демократической партии. А кто сейчас вот как Шор сейчас переживает? Да, и Шор, безусловно, переживает, потому что появилась другая власть. И эта власть законная. И он уже понимает, что его ждут, может быть, не самые хорошие дни. Но я уже оставляю этих, как говорится, попутчиков в сторону. Потому что и в прошлые парламенты были депутаты, которые всегда уходили от ответственности. Не вашим, не нашим и так далее. Мы говорим все-таки об этом парламентском большинстве, который взял на себя ответственность, который сформировал парламент, правительство и так далее. И мы говорим о той большой оппозиции демократической партии, которая не хочет уходить от власти. И, в принципе, вот эти две силы. И когда мы говорим о посредниках, посредники придут и безусловно... Посредники должны, наверное, четко сказать еще и представителям демократической партии, что есть две категории. Есть лидеры партии, есть люди, которые несут ответственность. А есть еще и вы, уважаемые господа депутаты. Вам не нравится то, что происходит? Идите в оппозицию. Ну, будьте добры, исполняйте свои, я так понимаю, прямые обязательства. Ну, посмотрим поведение. Потому что, смотрите, Виктор Федорович, вот никто не говорит. Мы признали Молдову захваченным государством. Я имею в виду новый парламент. Хорошо. Раз есть захваченное государство, есть захватчики. Ну, логично же, согласитесь. Надо что-то делать с этими захватчиками. Вот вы сейчас говорите, за узурпацию власти предусмотрен тюремный срок. Может, люди не понимают. Может, им надо как-то сказать, что уважаемые господа захватчики, все не так кучеряво, как вы себе представляете. Ну, я как-то объяснял, что термин захват, захваченное государство, в принципе, носит больше политологический характер, чем такой правовой. Поэтому я не думаю, что приедут посредники и будут об этом беседовать. Они будут пытаться снимать конфликт. А я повторяю, конфликт больше на конституционном поле, больше с конституционным судом. Конечно, косвенно в этом государственном перевороте, и не случайно господин Басильский, я и другие, я смотрю, называют это конкретно попыткой государственного переворота, который разворачивается на днях. Вчера, сегодня, ночью было сегодня. Очевидно, что идет попытка такая. Но надо предпринять все-таки меры для того, чтобы все члены правительства, чтобы руководство правительства пришло в правительство и так далее. Если партия демократическая, вы говорите с господином Филипповым и с органами власти... Интересная такая оговорка. Да, и с лидером партии. Этому будут воспрепятствовать, безусловно, что они получат по заслугам. Я абсолютно убежден. Не сегодня, а завтра. Не завтра, а через годы. Но это все будет записано. Мне говорят, что очень скоро к нам присоединится господин Кульминский. Но пока давайте с вами просуждаем. У него, конечно, тоже сейчас будет свое мнение. Мне тоже крайне любопытно. Но на что надеяться господин Плохотнюк и его замы, его компания? Мы не будем им уподавляться и употреблять вот это слово, как они говорят, гашка. Не надо. Мы будем интеллигентно говорить. Я боюсь это говорить сейчас, но я думаю, что он надеется все-таки на геополитическую поддержку. Кого? Давайте не будем называть эту страну сейчас. Потому что мы надеемся, что это не так. Но я боюсь, что это все-таки геополитическая поддержка, потому что он ведет себя очень... Да, и в основном лозунги, как бы сказать, с критикой одной страны. Конечно. И мы знаем название этой страны. Это Российская Федерация. Это я могу сказать. Конечно. Да. И в этом смысле он надеется на эту поддержку. Надеется на эту поддержку. То есть ради них он это все разворачивает? Ради них он это делает и разворачивает. Он показывает, что он здесь никакой федерализации, что он здесь никакой России не хочет, что он будет постоянно бороться. А есть большой геополитический актер, которому это очень сильно нравится. Поэтому они могут его в крайнем случае поддержать или идти таким образом на какое-то согласие в ближайшем будущем, чтобы Демпартия никуда не ушла. Чтобы она осталась у власти, чтобы она так была компонентой этой власти. Что в принципе недопустимо, потому что это незаконно. И будет против второй статьи, 60-й, 85-й, 89-й и так далее, и так далее Конституции. Это будет незаконно. То есть исходя из вашей логики, получается, что все это шествие сегодняшнее, все эти показательные выступления, это для них? Да. Для той самой страны? Да. То есть он тем самым хочет показать, смотрите, со мной люди. Ничего, что эти люди вышли за деньги. Там говорят, что суммы называли. Со мной Конституционный суд. Такие решения, такой орган. Да. То есть смотрите, как я могу вывести народ, и вот народ. То есть это их не смущает? А вы полагаете, что мир не изменился? Возможно. А возможно изменился? Я думаю, что он еще не изменился. Давайте скажем, что все события вокруг нас, они все-таки держатся на конфликте геополитическом очень большом. И мы даже в ваших передачах здесь говорили, А то, что послы Соединенных Штатов и посол, ну не посол, а представитель, мы знаем, был на заседании парламента, да, и стоял посол Российской Федерации рядом, вы считаете это как? Я считаю, это нормально. Я считаю, это нормально. Они сидели вместе и так далее. Но мнение этих послов может быть и закулисным. Они же выполняют свои здесь функции, они не обязаны все высказывать публично и так далее. Поэтому и у Америки, и у России, и у других стран здесь очень солидные геополитические интересы. Но с другой стороны, давайте скажем ясно, что им все равно нужна здесь какая-то управляемость. Демпартия обеспечивала Соединенным Штатам до недавнего времени очень спокойное управление этой страной. За это они делали вещи определенного характера. Они могут его и дальше поддержать. Они могут это и дальше поддержать. Тем более, что посмотрите, Европа и Россия высказалась ясно в поддержку нынешнего правительства. А в принципе с ними они что-то молчат. Молчат. Нет, почему? У них есть заявление. Посольство, оно примерно в таком же духе, как у европейцев. Но с другой стороны, получается, если они поддержат господина Плохотнюка и всех остальных, получается, что они тогда не поддержат Майю Санду и Андрея Настаса и всех остальных. Вы же понимаете, что у них трепетное особое отношение к этим людям. Общие фразы о демократии многие научились говорить. Очень красиво. То есть вы полагаете, что это было заявление такого? Да, к сожалению, мы здесь имеем эту проблему большую. И нечестные политики, нечестные. Я говорю, Демпартия сейчас ведет нечестную игру. Я абсолютное большинство депутатов знаю, я с ними работал, и у меня было определенное уважение. Но как они себя повели последний год-другой и так далее. Сейчас не уходить в оппозицию. Господин Дьяков знает, что такое оппозиция. Да, я видела вчера господина Дьякова и сегодня его. И многие другие госпожа Булигаи и так далее. Это люди все-таки были, мы их уважали, они имели какой-то статус и так далее. Виолетта Иванова тоже вы знаете, вы работали вместе. И сейчас не уходить, держаться любой ценой незаконными решениями Конституционного суда, притом заставлять Конституционный суд принимать эти незаконные решения. И так далее. Это очень некрасиво, это очень грубо. И это антидемократически. Партия называется демократическая. И так далее. Вот такие куриозы у нас в политике. Хорошо. Еще говорят, что короля играет свита. Не хочу сказать, что это человек король. Но тем не менее. Говорят, что для того, чтобы политик потерял, или человек при должности, скажем так, потерял все свое влияние, необходимо, чтобы его сдали его ближайшие единомышленники, его соратники, те люди, которые вместе с ним делали то, что делают в данной ситуации. Как вы полагаете, все ли так благополучно сейчас в рядах демократов, тем более вы только что сказали, что вы прекрасно знаете этих людей, что эти люди готовы пойти до того самого конца, которому призывает господин Плохотнюк. Он сказал, мы пойдем до конца. Все готовы? Очень сложно здесь предположить, что имеется в виду до самого конца. Ну вот тут, как говорится, что имеем. Мы предполагаем, что у них логика еще есть, у них есть какой-то рассудок, в конце концов есть консильеры, есть советники, есть какие-то технологи, в том числе западные, и они понимают, что есть какие-то красные линии, которых нельзя переходить. Но мне кажется, что уже через эти решения Конституционного суда 7, 8, 9 числа эти красные линии буквально перешли, и Демпартия здесь настаивает дальше на узурпацию этой власти. Поэтому повторяю, это попытка государственного переворота, это очевидно для любого интеллектуала, для любого человека, который элементарно может проанализировать. И очень важно сейчас занять правильную, что значит правильную позицию? Нормальную гражданскую. Я бы сказала так, не гражданскую, по закону, конституционную. Да, конституционную. И это касается в том числе и депутатов Демпартии. Если мы говорим, что они законники, если мы говорим, что они уважают демократии, они должны иметь характер, кураж, как мы говорим, и остановить господина Плохотнюка. Мы, к сожалению, коммунисты, господина Воронина в 2009 году не смогли остановить. И здесь вина на том центральном комитете очень большая. Сейчас они очутились на задворках истории. Сейчас настало время Демпартии сделать то же самое. Они должны отдуматься, куда они идут. Они толкают страну к кровопролитию. Так эта страна... Спасибо. Я рада сообщить вам, уважаемый телезритель, что до нас доехал господин Кульминский. Добрый вечер, господин Кульминский. Он добрый? Не очень. Я думаю, для Республики Молдова это не очень. Не очень добрый вечер. Я думаю, что страна переживает, может быть, отчасти второе рождение. Это рождение очень тяжелое. В муках. В муках. И акушерка, которая принимает это рождение, к сожалению, это очень такая злобная старая бабушка, а не приветливая молодая медсестра. И то, что сейчас у нас происходит в Республике Молдова, конечно, никто такого развития событий ожидать не мог. Это было во многом неожиданно, на самом деле, то, что произошло два дня назад. И то, что сейчас пытается сделать демократическая партия и ее лидер господин Плохотнюк, они на самом деле пытаются не совершить государственный переворот. Этот государственный переворот ими был совершен давно, потому что уже очень давно в Республике Молдова законы, незаконы, правила, неправила, они просто берутся и переписываются в том случае, если это их не устраивает, если это не соответствует их политическим целям и задачам, они просто берут эти правила и переписывают. Конституционный суд Республики Молдова давным-давно превратился просто в карманный орган, который достают по необходимости для того, чтобы помахать им перед избирателями и прикрыться решениями Конституционного суда, которые на самом деле пишутся совершенно в других местах. И вот они говорят, а, смотрите, Конституционный суд, это финальная инстанция, поэтому здесь вы уже сделать ничего не можете, все, дальше как бы это уже конец. Так вот, что сейчас происходит, это то, что на самом деле в Республике Молдова, к удивлению многих, и в том числе, честно скажу вам, и к моему удивлению, было выбрано правительство, люди смогли преодолеть эти геополитические разногласия, которые разделяли эти два лагеря, и сказать, что на самом деле в Республике Молдова сегодня важна не геополитика, а выживание, потому что страна разваливается на куски, у нее нет функциональных институтов, страна просто-напросто погибнет и исчезнет, если не предпринять какие-то серьезные меры реанимационного характера. Это все равно, что мы кормим там умирающего человека оскорбинками и пытаемся всем доказать, что он вот-вот оживет. И да, то, что произошло, это тяжело, это очень сложно, но это новый шанс, это новый шанс на движение страны вперед, это новый шанс на ее развитие. Демократическая партия и все люди, которые вокруг нее находятся, пытаются откатить эту ситуацию назад, они пытаются удержать власть исключительно силовыми методами, методом подавления всех именкомыслящих. Я думаю, это не удастся. Я вас останавливаю, потому что мне есть что зачитать вам, уважаемые телезрители. У меня есть реакция Евросоюза. Госпожа Магерини, да? Да, Евросоюз признал новое правительство Молдовы, верховный представитель по иностранным делам Федерико Магерини и Еврокомиссар сделали совместное заявление, Госпин Хан, который, собственно говоря, здесь был, в связи с созданием новой правительственной коалиции и утверждением нового правительства в главе с Санду. Что в нем говорится? Я зачитываю. Европейский Союз с одобрением принимает к сведению решение, принятое вчера. Парламентом Республики Молдова, в том числе о формировании правительственной коалиции. Европейский Союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в нашем соглашении об ассоциации. Уважение и верховенство закона должно оставаться основой наших отношений. Это также, прежде всего, то, чего ожидают и заслуживают граждане Республики Молдова. Европейский Союз решительно повторяет свой призыв к спокойствию и сдержанности. Диалог между демократически избранными представителями должен оставаться ключом к поиску решения нынешнего политического кризиса. Говорится в заявлении. Вот, собственно говоря, та реакция, о которой мы все, не побоюсь этого слова, очень-очень ждали. И, наконец, она есть. Ну что, получается, что полностью признана международными структурами новая. Почему нет? Далеко нет. Далеко нет, потому что, первое, как бы это должен просто прийти водопад, если хотите, поздравлений Майя Санду с избранием ее на должность премьер-министра. Не двусмысленных прямых госпожа Майя Санду, поздравляем вас с вступлением в должность премьер-министра. Мы будем готовы работать с вашим легитимно избранным правительством. Это должно прийти не только от Евросоюза, это должно прийти от США, от России, от Турции, от Украины, от абсолютно всех стран, для того, чтобы ни у кого не оставалось никаких сомнений. Господин Володин поздравил госпожу Горячану, это, на мой взгляд, все-таки означает, что на этом уровне... Все верно, конечно. Это уже есть признание. Это было признанно. Понимаете? Это было признанно. Потому что эти сигналы из-за рубежа, они крайне важны сейчас для того, чтобы у режима, у него не осталось никаких сомнений, что предпринимать какие-то действия силового характера уже бесполезно. Господин Кулининский, мы же знаем, что Евросоюз такая бюрократия. Может быть, после этой реакции у людей появится свое мнение? Я говорю про страны Евросоюза. Как правило? Процесс пошел. Процесс пошел. Он идет медленнее, чем хотелось бы. А давайте спишем на выходные. В этих условиях, в условиях кризиса, конечно, должна быть больше оперативность. Мне кажется, что дипломаты все-таки некоторых стран не дорабатывают. Они могут остановить, на самом деле, быстро то, что происходит в Республике Молдово. Вот такого рода вещь. Они реально могут просто поставить жирную точку. Все. Мы начинаем новую страницу, новая глава. Но, безусловно, это хорошее действие. Это хороший знак. Что делают сейчас демократы? Как вот вы себе объясняете их действия? Вот эти вот шествия, вот эти вот птицы несчастные, вот эти вот их заявления. Вот что это? Это что? Агония. Агония. Я думаю, что это агония. Я думаю, что это как раз предпринимают те люди, которым есть чего бояться. Не секрет, что за свои три года демократического правления они натворили здесь столько, что хватит, наверное, на четыре года любой прокуратуры мира расследования всех этих глубоких демократических дел. Конечно, люди боятся. Потому что, на самом деле, знаете, ведь интересно то, что и спрятаться-то особо негде. В России не убежишь, в Соединенные Штаты особо тоже не убежишь, в любые другие страны. Потому что любое следующее легитимно избранное правительство Республики Молдова наверняка начнет с расследований преступлений предыдущего. Вот. И, конечно же, люди очень боятся того, люди, которые держат это сейчас власть, это господин Плохотнюк и еще там человек, наверное, я думаю, от силы 10-15 вокруг него. Вот так вы думаете? Я думаю, не больше. Я думаю, что на самом деле не больше, потому что... А остальные? Вот насколько они... Мы видим, да, депутаты не пришли, могли прийти. Вы знаете, остальные... Вот остальные что делают? Они просто ждут? Когда мы говорим про систему государственного управления, про полицию, это все-таки очень иерархические структуры, понимаете? То есть, ну, пока не пойдет какая-то волна, да, они будут исполнять приказы, да, то есть вышестоящего начальства. Оно так работает. Но поверьте мне, что я абсолютно уверен, что сейчас и в органах правопорядка, где, кстати, работает очень много хороших профессиональных людей, которые действительно люди, которые... Знаете, которые... Профессионалы, которые честные люди, надеемся, по крайней мере, наверное? Это не пустой звук, то есть люди, для которых охрана общественного порядка, для которых родина, страна, долг, честь, это все не просто слова, которыми они бросаются. То есть их очень много, на самом деле. И поверьте мне, я даже очень сильно сомневаюсь, что они стали бы исполнять приказы, которые могли бы прийти, там, знаете, по подавлению беспорядков, по подавлению насилия и так далее. То есть я думаю, что на самом деле их переход на сторону народа, на сторону нового правительства начнется. И, кстати, мои искренние поздравления господину Филиппова, госпожа Влах, потому что они, судя по всему, этот процесс признания правительства Майя и Санды новым легитимным правительством Республики Молдова уже начали. Они сегодня объявили о том, о своей лояльности новому правительству Республики Молдова. То есть нам нужно ожидать, что точно так же поступят и другие руководители районов, но с другой стороны мы же понимаем, что как сильные позиции правящей некогда демократической партии. Вы знаете, самое важное, чтобы на самом деле как бы все это прошло мирно, потому что вот этот переход власти из одних рук в другие, он может, конечно, пройти с кровопролитием, он может пройти со столкновениями на улице, потому что сейчас достаточно президенту Додону или блоку Акум кинуть клич, 100 тысяч выбежит. То есть выбежит такое количество людей, потому что мало не покажет. И причем по доброй воле они за деньги. И причем они выйдут по доброй воле. Причем эти люди, которые придут и, понимаете, и, конечно же, а ради чего это делается? Ради амбиции одного человека, который проиграл. Все, партия проиграна, пора короля наклонять. И, кстати, господин Додон в конечном итоге оказался все-таки неплохим кашахматистом, который поставил шахемат, несмотря на очень серьезные риски лично для себя и лично для своей семьи. Я не знаю, вот чего ждать нам от демократов. Я понимаю, что то, что произошло сегодня, произошло. А это что будет каждый раз людей? Понятное дело, что их будет все меньше и меньше. С другой стороны, читаю, у нас господин Цуцу самый твердый. Не сгибаем. Я вот, он сказал, что до тех пор, пока нарушается закон, мы останемся здесь. С его точки зрения, да? Додон и Настасы, что они сделали в парламенте? Они нарушили Конституцию. В общем, он сказал, что на 10 лет может остаться около здания Генпрокуратуры. Я стесняюсь спросить, в каком качестве. Хорошо. Вот он несгибаемый. Что вот нам ожидать? Что будут делать люди? Вы знаете, я думаю, что мы все-таки увидим процесс мирной, спокойной смены власти. Я очень на это надеюсь, потому что, слушайте, в Молдове в конечном итоге живут очень разумные люди. Да я думаю, что и те люди, которые находятся вокруг Влада Плохотнюка сегодня, это тоже люди в конечном итоге разумные. Потому что если сейчас еще есть возможность откатить назад, дать несколько шагов назад и избежать, в том числе и для себя, каких-то последствий, если начнутся силовые акции, все, оттуда уже просто никакого выхода нет, потому что это уже самый жесткий сценарий развития ситуации, в том числе и по отношению лично к этим людям. Но я сегодня задавал себе все время другой вопрос. Мне очень интересно получить ответ на вопрос, я никак его, ни от кого его до сих пор не смог получить. А что, собственно говоря, не устраивает демократическую партию и лично Владу Плохотнюка? То, что я слышал о выступлении на площади, я не понял только все, в чем причина протестов? То есть в чем заключается как бы смысл? Они же считают, что президенты, партии, они предатели, они нарушили конституцию, они хотели продать страну, а вот ему предложили, а он не согласился. И это сегодня выяснилось, да? То есть сегодня это выяснилось. А он не согласился. Вот поэтому вот он, собственно говоря, еще он манкуртами, по-моему, там называл людей. В общем, много чего. Вы знаете, меня интересует другой вопрос, как он сам представляет вот это будущее? Что должно произойти? Я не думаю, что он его хорошо представляет. Я думаю, что они сейчас, знаете, из психологии такое состояние, состояние отрицания, когда люди еще не могут поверить, что произошло, и не могут принять для себя внутреннее. Не могут осознать, что помогает. Они не могут осознать, что произошло. А произошло просто землетрясение. То есть просто в политике Республики Молдова случилось землетрясение, и уже больше не будет все так, как это было до сих пор. Все будет совершенно по-другому. Мы не знаем пока как это будет. То есть понятно, что они должны что-то делать, а вот что они будут делать? И они пытаются теперь действовать консервативными методами, они пытаются подключить все имеющиеся у них в распоряжении ресурсы, а это силовой блок конкретно, это СИБ, это Министерство внутренних дел, это служба, значит, ЧИНИА, там, и все остальные как бы силовые органы, они пытаются их подключить для того, чтобы попытаться удержаться на этом кресле, которое перед под ними уже шатается, и вот-вот грозится рухнуть и упасть, и упадет. Я благодарю вас, у нас остается, по-моему, одна минута эфирного времени, я не знаю, как ее грамотнее использовать. Виктор Федорович, вы хотите что-то на 20 добавить? Я очень коротко скажу, что я остаюсь, значит, на точке зрения, что нужны посредники, потому что здесь дело еще в этих решениях консервативного суда, они нехорошие, надо сказать. С другой стороны, очень многое будет зависеть от поддержки международной, если соседние страны, большие актеры выразят поддержку законному правительству, безусловно, что кризис удастся исчерпать без больших конфликтов. Я хочу надеяться, что в течение 3-4 дней, если же это ясной позиции не будет основных актеров, надо будет работать с посредниками. Благодарю вас. И, безусловно, гражданское общество, которое должно быть активным, иметь позицию, не бояться, сколько... Вот неправительственные наши организации проснулись. Добавлю одну идею, понимаете, потому что на самом деле не стоит полагаться на внешних партнеров, исключительно давление должно быть в том числе изнутри, потому что если какая-то стратегия у демократов и есть, то это скорее создать ситуацию, когда они контролируют, потом сказать, ребят, все, давайте вот отсюда исходить. Владислав, вот после этой реакции Европейского Союза, я думаю, что наши те неправительственные организации, которые как раз ориентировались в своей работе на европейские ценности и все остальное, вот я думаю, что вот они сейчас должны, сейчас им слово. А сегодня вышла, кстати, декларация ста неправительственных организаций, которые, в принципе, сказали очень просто, Конституционный суд уходит, и мы начинаем это с чистого места. Я думаю, что Конституционный суд это услышит. Времени совсем нет, у меня просто... Им некогда уходить, в этом вся проблема. Спасибо вам большое. Вы смотрели очередную часть программы «Полюс», и я хочу сказать, что по-прежнему с вами не прощаюсь, потому что мы будем выходить еще в эфир, и у нас будут еще новые участники, а значит, что мы будем анализировать события, которые происходят сейчас в нашей стране. Добавлю только одно, мы с вами всегда на одной стороне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова